В армянских бедах виноваты русские и азербайджанцы, но не сами армяне. Во время так называемой Апрельской войны 2016 года в армянской армии произошла катастрофа, и ее причины не только в коррупции и разложении силового ведомства, но и в кризисе всего общественно-политического организма Армении, который никак не может отказаться от политики агрессии и реваншизма, что ведет к катастрофе. Искоренение комплекса неполноценности дается сложно, а иной раз от него и вовсе не избавляются горемыки, если глубоко оседает чувство вины. Порог становится следствием понесенной неудачи, и со временем синдром прогрессирует, и психологический недуг трансформируется в необратимые изменения вплоть до шизофрении. Прошло несколько месяцев с тех пор, как парламент Армении вызвался расследовать причины апрельского 2016 года провала армии. Выяснение причин поражения было затеяно с целью преодоления тяжелых психологических последствий, понесенных неудач. Этим же определенные круги надеялись растормошить общество, восстановить в широких кругах эмоциональный настрой, дабы возродить утраченное чувство превосходства над Азербайджаном. Но уже выясняется, что все пошло не по той колее, и потуги по направлению избавления от разрушительного синдрома неполноценности дают обратный эффект. Очевидно, что в ходе апрельских боев имел место большой провал, и искать его причины только в недрах силового ведомства глупо. Кризис разъел всю ткань общественно-политического организма Армении, и если система не найдет в себе силы для отказа от политики агрессии и реваншизма, не избежать катастрофы всему национальному организму. Те, кто санкционировал работу комиссии, наделив ее эксклюзивными полномочиями, скорее не предполагали, в какой позор выльется расследование. Похоже, оно перерастает в характерную для армянских реалий разборку на почве внутриполитических дрязг. Вороша прошлое и пытаясь пролить свет на унизительные грани беспомощности, парламентарии и их сподвижники только делают хуже. Чем дальше влез, тем больше дров, да таких, от которых за версту веет нескладным и чудовищно отстойным. Парламент приобщил к расследованию апрельского позора экс-министра обороны Вагаршака Арутюняна, который вынужден лукавить, дабы отретушировать заведомо проигрышную ситуацию ради внушения обществу чувства уверенности. После многомесячных бдений он утверждает, что армия во время апрельской войны 2016 года в целом решила свою главную задачу и не позволила Азербайджану изменить линию соприкосновения. Получается, что потеря агрессорам более 2000 гектаров оккупированных территорий вместе со стратегической высотой Ля-Ля-Тепе, что лишило армянских военных возможности держать под контролем прилегающие земли, не повлияло на расстановку вообще и в конкретно взятом участке в частности. Если допустить, что вывод объективный и принять его за чистую монету, то зачем вообще надо было затеивать Тягомотину с расследованием? С другой стороны, если бывалый вояка утверждает, что никакого фиаско не было, то при каких обстоятельствах армянская сторона понесла внушительные людские потери? В том и дело, что армянская армия, подобно другим общественно-политическим институтам страны, безнадежно разлагается, потому и оказалось невозможным принятие адекватных решений в условиях наступления ограниченного контингента азербайджанских военных. Вроде все сходится, и тут нечего гадать и мудрить, лучше уж замять дело. Однако не в этом интрига. Парламент дал комиссии лимитированное время для разбора ситуации и извлечения точных истин из отшумевших событий. И тут оказывается, что наиболее достойные следопыты, чувствуя, что не укладываются в отведенные им полгода, настроены запросить еще столько же. Они настроены проставить все точки над «и». Дескать, народ ждет восстановления полной и ясной картины вещей вокруг перенесенного позора, чтобы освоить уроки. Бравый знаток дела, экс-министр обороны, как и многие из рекрутированных новыми властями его коллег, играют в свою игру, чтобы поудобнее расположиться в военно-политической иерархии. Разумеется, с выгодой для себя. Чтобы доказать важность выполняемой миссии, они со знанием дела выясняют, насколько соответствуют понесенные потери и жертвы сложности и серьезности сложившейся тогда ситуации и насколько были приняты правильные решения. Сведения о вызовах военных в Следственную комиссию и их допросы породили неоднозначную реакцию в обществе. Больше всех по этому поводу роптали и продолжают нервничать высокие и средние чины из офицерского состава Армении, которые были заняты на службе в Карабахе. Уже никто не делает секрета из того, что на оккупированных азербайджанских землях рулят военные армянской армии. Даже этот очевидный факт никому не мешает утверждать, будто бы карабахцы воюют за свое самоопределение. Но и это уже не важно. Армяне с первого дня конфликта заврались настолько, что сегодня тихо и молча хлебают заваренную ядовитую бурду. Это было ожидаемо. В предварительных отчетах и в цепочке восстановленных обстоятельств рефреном идет мысль об агрессии Азербайджана и его варварстве. Это не случайно. Создается один большой оправдательный фон, и к нему примешиваются дежурные акценты о факторе лоббирования Москвой в Баку, а также дежурный пассаж о задержках поставок вооружений Еревану. Но следом идет хэппи-энд. Армянская армия смогла удержать позиции и восстановила статус-кво. Не хватает лишь бурных и продолжительных аплодисментов. Они скорее последуют, когда будет поставлена точка в расследовании. Знать бы сроки долгожданного момента истины. Армяне сами себя не слушают, тиражируя сущий бред вокруг очевидных истин, продолжают неистово мудрить и лукавить, да так, что заводят себя в путаницы. Но и это не главное. Кругом все виноваты, и азербайджанцы, и русские, и обстоятельства, но зато отстоявшие целостность страны офицеры не должны быть в поле подозрений и обвинений. Хотя доподлинно известно, что именно коррумпированные армейское руководство, пользовавшиеся защитой криминального политического верха, настолько предалось самообольщению, что потеряло чувство адекватности. Невзирая на это, традиционная бравада продолжает быть в ходу. Надо спасать имидж позорной армии, которая некогда воевала против мирных азербайджанцев, и как только ей навстречу вышла серьезная дружина, все полетело к чертям. Кульминация впереди. Впрочем, атмосфера массовой шизифрении не самый лучший союзник в наведении точного фокуса на минувшие события и уж тем более на реалии. Всем большое спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok